Здравствуйте, дорогие наши участники вебинаров. Меня зовут Наталья Кривопустова, и я являюсь координатором проекта вебинаров в нашем издательстве «Легион». В первую очередь хочу нашим постоянным участникам и слушателям принести наши извинения за задержку сертификатов. Дело в том, что очень много у нас сейчас заявок, а я знаю, что вы беспокоитесь, очень много заявок, и, к сожалению, много ошибок. И так как мы стараемся для всех делать эти сертификаты, исправляем ошибки и высылаем вам сертификаты, вы не переживайте, они обязательно к вам придут. А если вдруг вы допустили ошибку, мы с вами будем связываться. И сертификаты, конечно, за задержкой, но вы их получите. И сейчас, как вы уже обратили внимание, все наши участники, которые перешли по ссылке и заполнили анкету, вы там прочли, что сейчас все данные из этой анкеты будут переноситься сертификаты, если вы в самом начале поставили галочку «Да» на вопросе, что вам нужен этот электронный сертификат на указанный электронный адрес. То есть вам не нужно больше присылать отдельную заявку на получение сертификата. Заявка будет, так сказать, включена уже в эту анкету. Ставя галочку «Да», вы говорите о том, что вам нужен сертификат, заполняйте все данные, и все данные из сертификата попадают именно из этой анкеты. Ну, а те слушатели, которые сейчас на нашем сайте смотрят онлайн-трансляцию, если вам все-таки нужен сертификат, то вы проходите по ссылочке, заполняйте анкету и участвуете в вебинаре. Хотя, честно говоря, сегодня, я думаю, что немногим потребуется сертификат, потому что сегодня наш вебинар посвящен электронному обучению, то есть его, так сказать, способам. Каким способом можно получить электронное, организовать электронное обучение с помощью нас, наших авторов, с помощью издательства «Легион». В частности, сегодняшний вебинар ориентирован на учителей русского языка, потому что пример будет показан именно для учителя-словесника. Ну, хочу вам напомнить, что все, кто перешел по ссылочке, кто вошел в вебинар, слева вы видите список участников. В этом списке у нас показаны имена, которые вы вводите также при заполнении небольшой анкетки. И в этом списке вы не можете видеть себя. Не переживайте, все остальные и мы вас видим. Справа у нас чат, посредством которого мы предлагаем вам общаться с другими участниками вебинара и с нами. Задавайте ваши вопросы. А чтобы ввести сообщения в чат, вы вводите текст в правом нижнем углу и нажимаете кнопочку «Enter». И тогда ваше сообщение увидят все слушатели, все участники вебинара. Мы предлагаем вам задавать вопросы, которые у вас появляются в ходе вебинара, в ходе нашего общения. И мы ответим вам либо во время, либо после. Ну и что хочу сказать. Наверное, вы уже многие умеете пользоваться интерфейсом этой программы. И можете увеличить изображение, которое у вас сейчас на области докладчика находится с помощью стрелочек. Там есть стрелочки влево-вправо и наискосок вверх. Можете попробовать ими воспользоваться, потому что мы будем сегодня демонстрировать сайт наш. И чтобы все вам было видно, таким образом увеличится немного изображение основное. Потом нажимаем кнопочку «Обратно», вы перейдете в обычный режим и увидите снова и чат, и список участников. А вот можете смело попробовать поработать с этими стрелочками. Ну, у меня все. Какие-то вопросы обязательно пишите. Представлю вам Андрея Георгиевича Нарушевича, кандидат филологических наук, доцент и заведующий кафедрой русского языка Таганровского государственного педагогического института имени Чехова. Пожалуйста, Андрея Георгиевича. Здравствуйте, коллеги. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто нашел время для нашего сегодняшнего разговора. Разговора о повышении квалификации, в данном случае учителя-словесника. Мы знаем, что повышение квалификации – это наша обязанность, одна из наших должностных обязанностей. Мы должны получить документ соответствующий для того, чтобы пройти очередную ступень своей аттестации и прочее. Но самое главное, нам бы хотелось, чтобы это было не просто получение документа, а получение новых знаний, технологий, методов и методических приемов, которые бы помогали нам в нашей работе. Мы прослушали множество различных курсов, имеем разные представления об их качестве и так далее. И знаем, что есть курсы, которые связаны с отрывом от нашей непосредственной учебной деятельности, что всегда сложно, связано с переносом занятий, с тем, что коллеги работают за нас. И всегда это определенная сложность, которых можно избежать в том случае, если мы используем современные технологии. А мы с вами должны сами развивать, формировать и КТ-компетенции различные у наших учащихся, и тем более владеть ими сами. И эти механизмы можно и нужно использовать для того, чтобы совершенствовать свои профессиональные компетенции. В данном случае мы разработали для вас программу, которая поможет нам подняться еще на очередную ступеньку и пройти курсы повышения квалификации, получить удостоверение. И что еще раз подчеркиваю важнее, наверное, все-таки получить определенные знания, определенные умения, которые пригодятся нам в нашей профессиональной деятельности. Итак, давайте посмотрим на сайт издательства «Легион» и те возможности, которые нам предоставляет электронная система обучения. Итак, обратите внимание, мы с вами сейчас находимся на главной странице сайта издательства «Легион». Обратите внимание, вот наш электронный адрес, который, я думаю, вам известен. Итак, наверняка вы знакомы уже с вот этой ссылкой «Авторские вебинары», раз вы сегодня с нами. А я предлагаю вам спуститься чуть ниже и обратить внимание на следующую ссылку «Дистанционное обучение». Итак, пройдя по ссылке, мы попадаем в раздел «Электронное обучение» в издательстве «Легион». Значит, обратите внимание, что мы видим здесь. Прежде всего, вот у нас открыта левая часть, которая нас сейчас больше интересует, мы видим ссылку. Курсы повышения квалификации для работников образования. 108 часов. Обратите внимание на то, что в данном случае... Деятельность преподавательская, деятельность связанная, образовательная деятельность. Естественно, определяется лицензией. Автономная некоммерческая организация «Центр независимой оценки качества образования» и образовательного аудита «Легион» действительно имеет лицензию на реализацию дополнительных образовательных программ. Вот конкретную реализацию этой деятельности мы можем с вами увидеть сегодня, когда рассматриваем те возможности, которые предоставляет нам сайт. Итак, для начала технические моменты, к которым мы обязательно еще раз вернемся в конце нашего сегодняшнего разговора. Прежде всего, обратите внимание на то, что пройдя вот по этой ссылке, мы это сделаем чуть позже непременно, мы попадем в курс, в данном случае связанный с ориентированной на учителей русского языка литературы, образовательная программа, которая называется «Методика подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку». В нашем случае каждый курс состоит из трех модулей по 36 часов в сумме 108. Продолжительность обучения вы устанавливаете самостоятельно на сайте, здесь перед вами указан крайний, верхний, так сказать, предел 3 месяца. Но, скажем так, от месяца до трех, это уже вы идете в своем, в индивидуальном режиме, и как вам удобнее работать, вы осваиваете материал, который подан прежде всего в лекциях. Естественно, что в лекциях мы найдем теоретический материал, который сопровождается примерами, практическими рекомендациями, здесь будут вопросы и задания для самостоятельной работы. Многие лекции, их будет становиться все больше и больше, задержат видеоролики, в которых авторы дают свои рекомендации, комментируют основные положения, и вы можете посмотреть этот ролик, мы смотрим, как это выглядит, а затем уже в удобном для вас режиме, более широко, более глубоко изучить материал, который представлен в текстовой части лекции. Естественно, что каждый модуль имеет систему контрольных тестов, которые предназначены для промежуточной и итоговой аттестации наших слушателей, направленные на проверку фактических знаний, умений, приобретенных в процессе обучения. Наша задача – все тесты, которые выполняются в режиме онлайн, выполнить не менее чем на 60 баллов из 100. Максимум всех тестов – это 100 баллов. По окончании обучения слушатели получают свидетельство установленного образца о повышении квалификации. Вот мы видим перед нами свидетельство, выданное по программе методика подготовки ГАИ и ГЭ по русскому языку. Они же будут указаны те модули, которые вами освоены. Обратите внимание, дальнейший ход наших действий, если мы хотим стать участниками этой программы. Мы должны скачать квитанцию и заявку на обучение. Стоимость обучения, стоимость курса – 3000 рублей. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит. Мы скачали квитанцию. В которой указано, уже указано, заполнено графа назначения платежа. Мы должны скачать свои персональные данные, в частности, фамилию, имя, отчество. Напись, как всегда, не туда. Уже второй раз. И так далее, и так далее. Указать свой адрес, в том числе для того, чтобы мы могли дальше выслать вам сертификат, указать сумму платежа. Поставить свою подпись. После того, как квитанция будет оплачена на почте или в отделении банка, вы отправляете нам ее сканированную копию вместе с заявкой на обучение. Давайте посмотрим, как выглядит наша заявка. Здесь, естественно, тоже нам нужны определенные данные о вас. В частности, это фамилия, имя, отчество, название программы повышения квалификации, которую вы выбрали, в каком образовательном учреждении вы работаете, какова должность ваша, стаж работы, и почтовый адрес с индексом, для того, чтобы мы могли отправить вам сертификат. Итак, после того, как все эти документы оформлены, вы отправляете нам заявку и сканированную копию квитанции по вот этому адресу, который вы видите выделен на экране. Естественно, всегда есть вопросы, всегда есть необходимость уточнить информацию. Тогда, пожалуйста, обращайтесь к нам тем способом, который вам удобен. Это может быть телефонный звонок. Уточните, пожалуйста, когда звоните, что у вас вопрос по дистанционному обучению. Вы можете направлять свои вопросы по тому же адресу, который мы видели раньше, или связаться непосредственно со мной, поскольку я координирую работу всех этих дистанционных программ. После того, как мы получили от вас весь набор документов, мы высылаем вам логин и пароль. И вы можете работать в системе. Итак, обратите внимание, мы идем под строкой браузера, видим здесь маленькую надпись «Вход». Вот туда мы вместе с вами и пойдем. Я должен указать ввести свои данные. Итак, вы зашли под именем Андрея Нарушевича. Давайте посмотрим, из каких модулей состоит в данном случае наша система дистанционного повышения квалификации. Три модуля. Первый из них посвящен государственной итоговой аттестации, в частности вопросам, связанным с написанием сжатого изложения. Актуальный момент, безусловно, на сегодняшний день одна из тех работ, которые нуждаются и в методике, и в методическом обеспечении, и в тренировке. Здесь действительно мы можем познакомиться с методикой подготовки учащихся к написанию сжатого изложения по русскому языку, вспомнить приемы и способы компрессии текста, потренироваться в оценивании ученических изложений, а также скачать аудиофайлы для проведения тренировочных и контрольных изложений. Второй модуль также связан с государственной итоговой аттестацией в девятых классах. Одна из самых актуальных на сегодняшний день тем сочинение на лингвистическую тему задания С2. И здесь мы встречаем методические приемы подготовки учащихся к написанию сочинения на лингвистическую тему, анализируем примерное сочинение, видим и предупреждаем типичные ошибки, обладеваем методикой проверки сочинений по разработанным критериям. И, наконец, третий модуль связан с написанием сочинения на Едином государственном экзамене по русскому языку, частью С, сочинения и рассуждения. Здесь вы увидите богатейший теоретический материал о структуре и компонентах сочинения и рассуждения, увидите систему пошаговой работы с текстом от выявления формулирования проблемы до редактирования текста готового сочинения. Давайте посмотрим на содержание третьего модуля. Естественно, что его содержание определяется прежде всего самой спецификацией и требованием к содержанию и структуре сочинений на Едином экзамене. Итак, требования к структуре и содержанию сочинения, рассуждения, критерии оценивания, проблематика текстов ЕГЭ, выявление и формулирование проблемы, комментарий к проблеме, написание комментариев, выявление авторской позиции, умение аргументировать, композиционно выстроить сочинения, проанализировать ошибки, особенно ошибки, допущенные нашими предшественниками, и показать, насколько мы овладели методикой проверки. И не случайно итоговый тест называется «Поработайте экспертами ЕГЭ», поскольку здесь у нас будет возможность показать свои умения оценивать ученические сочинения. Итак, предположим, откроем первую лекцию. Естественно, что чтение лекции с экрана из книги, это разные вещи, поэтому старались выстраивать так, чтобы экран не превращался в сплошной текст, чтобы здесь чередовались текстовые изобразительные блоки, и обратите внимание на зеленую подкладку текстовую, в данном случае обычно она появляется тогда, когда речь идет о примерах, примерах текстов, примерах сочинений по текстам, и так далее, и так далее. Итак, вот обратите внимание, первая лекция, разумеется, ознакомительная, и все первые лекции каждого модуля мы вскоре выложим в отдельную категорию, которая будет иметь гостевой доступ, чтобы вы могли с этим материалом ознакомиться. Итак, нажимая «Обратите внимание», у нас есть возможность слева навигации по курсу, или мы нажимаем кнопку «Продолжить», чтобы открыть очередную страницу. Итак, мы видим комментарии, предложения по поводу этого, как читать текст. Естественно, мы знакомимся с критериями оценивания сочинения части С, и, что самое главное, рассматриваем конкретный текст и фрагменты сочинений. Составляем сочинения целиком из отдельных фрагментов. Нас интересует, что должно быть в содержании каждой части сочинения, и, естественно, как оценивается эта система. Я хочу обратить ваше внимание на то, что система Moodle, которая выстроена в данном случае, которую мы наполняли своим содержанием, очень гибкая и динамичная. Быстро меняются спецификации. Практически каждый год вносятся определенные изменения. И все эти изменения, безусловно, будут находить отражение в нашей системе. Поскольку это все довольно просто делается и очень быстро. Так что, действительно, здесь есть возможность следить за теми изменениями, которые происходят с государственной итоговой аттестацией, как бы ее ни называли, ГИА, ОГЭ и так далее, с единым государственным экзаменом и прочее прочее. И обратите внимание, мы здесь видим ссылки на следующие лекции. О том, что более подробно вопросы, связанные с комментарием, с композицией сочинения, будут рассмотрены в лекциях, которые непосредственно будут связаны именно с этим вопросом. Периодически вам будут попадаться переходы в виде заданий от одной части лекции к следующей. Ну, здесь наша задача посмотреть, насколько правильно мы усвоили задержание лекции. И если мы ответим неправильно, нас дальше не пустят, нам надо будет еще раз просмотреть этот результат. Ну, вот, предположим, насколько я помню правильно, ответ у нас будет вот такой. Да, это правильный ответ. Мы можем идти дальше. Ну, в данном случае обратите внимание на то, что первая лекция, как я уже сказал, имеет скорее такой ознакомительный характер. А впереди нас ждет более подробный разговор о каждом этапе работы над сочинением. Хочу обратить ваше внимание на видеоролики, о которых уже говорил. Но сейчас для того, чтобы услышать звук, мы переключаться не будем, мы сделаем это чуть позже. Но, по крайней мере, вы можете увидеть, как вообще это оформлено. То есть, в начале лекции вы можете увидеть озвученные ролики с презентациями, с изложением базовых положений лекции. И затем уже, когда вы это посмотрели, вы можете в удобном для вас режиме работать с той информацией, которая будет внутри лекции и, соответственно, двигаться дальше по ней так, как вам интереснее, так, как вам удобнее, в том режиме, который вам ближе. После того, как мы проработали все модули, точнее, все лекции, изучили весь модуль, мы можем пройти итоговый тест. В данном случае, итоговый тест «Поработайте экспертами ЕГЭ». У нас остались оценки предыдущего просмотра вебинара, который проводили в 10 утра. Итак, обратите внимание, вопросы, которые содержат тесты, естественно, связаны со знанием критериальной базы, критериев оценивания сочинения. И сначала даются материалы в отрыве от текста, связанные именно с пониманием, с представлением того, что и как необходимо проверять. Есть варианты с выбором ответа, есть варианты с открытым ответом, который мы должны ввести с клавиатуры. Есть варианты, связанные уже с языковым материалом, когда нужно определить тип допущенной ошибки. Соотнести пример и тип ошибки. И, разумеется, что особенно важно и особенно ценно поработать с текстами, с фрагментами сочинений для того, чтобы оценить их. И в конце концов, вершиной, разумеется, этой работы будет оценивание сочинения целиком. Там, где мы должны оценить его по известным нам, тем более изученным, повторенным критериям, для того, чтобы показать свои умения работать с текстом сочинения, как эксперт. Поскольку мы прекрасно знаем, бессмысленно проверять эти сочинения, ставить за них пятерки, четверки, какие-то другие оценки, поскольку они должны быть проверены, как и на самом экзамене, по тем критериям, которые предпосланы нам. Федеральным институтом педагогических измерений. Дальше. Давайте посмотрим содержание модуля, связанного с государственной итоговой аттестацией. Первый модуль – это написание сжатого изложения. Прежде всего, конечно же, как всегда, в первой лекции расставляются акценты и излагаются требования к сжатому изложению в девятом классе. Затем рассматриваются основные приемы компрессии текста, оценивание сжатого изложения, методические приемы формирования навыка сжатия текста. И обратите внимание, здесь мы найдем аудиофайлы для тренировочных и контрольных изложений. Мы помним о том, что в большинстве регионов, где принято соответствующее решение, оценивание идет исходя из того, что экзамен проводится на основании использования аудиоаппаратуры. В специальных аудиофайлах. И естественно, что нужны для этого определенные инструменты для того, чтобы можно было потренироваться в соответствующей работе. Давайте мы покажем, как это работает. Поэтому я начинаю с последней лекции аудиофайла для тренировочных и контрольных изложений. Я, к сожалению, не могу вмешаться сейчас в то, что сейчас происходит в чате, хотя краем глаза я вижу, что там обсуждаются комментарии, какие-то интересующие меня вопросы, но не могу пока включиться, к сожалению, в этот разговор. Итак, а пока давайте посмотрим. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Кто из людей не испытывал наслаждения, внимая вздохом летнего дождика, шуршанью осенней листвы, волнам, плещущимся вдоль берегов озера, журчащей воде, голубям, ворующим туманным утром? Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Я давно мечтаю об этом завести золотую полку. Это та полка, на которую ставятся только любимые книги. Итак, вы видели, что здесь мы видели, что здесь как раз есть возможность поработать с аудиоматериалами. И если в вашем регионе, как и в большинстве собственно регионов России, экзамен в девятом классе проводится с помощью аудиотехники, естественно, у ребят должна реализировать эту форму проведения экзамена, поскольку она специфическая и вызывает определенные вопросы, требует к себе определенного внимания, безусловно. Да, и здесь мы можем найти фрагменты сочинений и сочинения целиком, и разборы их, особенно в вопросах, связанных с оцениванием сжатого изложения, поскольку мы знаем, что там новая спецификация и новые критерии оценивания, с которыми мы должны быть знакомы для того, чтобы работать с девятиклассниками и представлять себе соответственно свои действия при оценивании сочинения. Я хотел бы обратить ваше внимание на одну из лекций, где речь идет о методических приемах формирования навыка сжатия текста. В частности, на самом деле, впервые мы говорим о сжатии текста вовсе не в девятом классе, а это система, целенаправленная система, которая начинается еще, на самом деле, в младшей школе, и дальше мы продолжаем работать над ним во школе основной пятых-девятых классов. Так вот, конечно, в пятом-девятом классах мы вовсе не озвучиваем названия способов сжатия, исключения, замещения и так далее, но реально их используем, предлагая учащимся конкретные типы заданий. Замените однородные члены предложения обобщающим словом. Землю под кленами устилали зеленые, желтые, оранжевые, ярко-красные, то есть разноцветные листья. Замените предаточную часть сложного предложения обстоятельством. Когда наступает осень, перелетные птицы устремляются на юг. Осенью. Замените предаточную часть водным словом, предложно-поддержанной формой. Объедините два предложения в одно, объедините три предложения в одно, передайте, обобщите смысл трех предложений в одном и так далее, и так далее. То есть, используя конкретные формулировки, мы, в принципе, действительно работаем с определенными способами компрессии текста, компрессии мысли. Но, пока еще не называя их, не давая их названия. Дальше, следующий этап, мы работаем уже на уровне абзаца. и предлагаем учащимся передать содержание каждого абзаца вот этого текста в одном предложении. Причем, конечно же, мы это предварительно сделали сами и проверили, что это возможно. И вот, соответственно, обратите внимание, вот это задание, которое уже выполнено. Обратите внимание на то, что, в принципе, все, что здесь есть, это то, что может быть вами потом определенным образом освоено и использовано в собственной работе. следующий этап это работа уже с большими фрагментами текста и с микротемами. Здесь задание связанное со сжатием определенных абзацев небольших текстов. И дальше, когда нам уже известно понятие микротема, мы работаем с текстами, которые делим на микротемы, определяя их содержание. Ну и, разумеется, вершина, то, к чему мы идем, это работа с целыми текстами по написанию сжатых предложений. Посмотрим еще один модуль, в котором собраны, как я уже говорил, одни из наиболее актуальных вопросов, связанных с написанием сочинения на лингвистическую тему на экзамене в девятом классе. В первой лекции мы получим базовое представление о том, что должно быть в содержании этого сочинения, какой должна быть его структура, какие задачи ставятся перед школьниками, которые сначала читают и анализируют высказывания, а затем уже пишут сочинение. Получим определенные здесь выстроим схемы и алгоритмы работы с текстами. Покажем типичные конструкции клише, которые нам помогут организовать работу над материалом. Выстроим алгоритм работы над сочинением от чтения цитаты до написания заключительной его части и покажем шаги по шаговую работу, пример по шаговой работе с текстом. Чтение высказывания, выделение ключевых слов высказыванием, чтение текста и написание собственно сочинения, написание вступления основной части заключения. Ну и опять же обратите внимание, что слева мы видим возможность навигации движения по модулю и те лекции, которые продолжают развитие материала. Вот допустим откроем лекцию связанную с грамматическими языковыми явлениями. Начинается все разумеется с разговора о грамматике вообще и о перечне грамматических языковых средств. И дальше обратите внимание практически все, весь материал этого модуля, который сгруппирован по темам, он будет связан с использованием типичных лексических, в данном случае грамматических средств, прежде всего конечно ориентированных на синтаксис, на самую осмысленную часть. И сначала мы увидим типичные функции, как здесь например, восклицательных предложений. Ну и дальше, а дальше примеры использования восклицательных предложений в текстах и фрагментах сочинений ученических. В частности, как же включать в ученические сочинения те или иные языковые средства и разговор об их типичных функциях. Итак, говорили о восклицательных предложениях. Вопросительные предложения, которые формулируют проблему, образуют вопросно-ответные комплексы, содержат утверждение или отрицание, не требующее ответа и так далее, и так далее. И найдем, разумеется, опять мы видим зеленые текстовые блоки, которые ориентированы на примеры, на то, как теория реализуется на практике. Рассмотрим, как используются обращения в различных сочинениях и в различных текстах, какие у него функции, примеры их использования. Водные слова. Они интересны тем, что сама классификация вводных слов это классификация по функции. И, разумеется, посмотрим на целые сочинения, рассмотрим примеры, сочинения по текстам, целых сочинений, которые имеют законченный вид и в той или иной степени могут претендовать на образцы, на то, чтобы служить образцами для наших учеников. Итак, мы видим, что именно по этой модели выстроены соответственно все лекции, которые ориентируют нас на материал, связанный с сочинением на лингвистическую тему. Итак, это лексические явления и их роль в тексте, грамматические языковые явления и их роль в тексте, тропы и стилистические фигуры, знаки припинания и их роль в тексте и модуль, а точнее лекция, которая связана с оцениванием сочинения на лингвистическую тему, где, разумеется, прежде всего мы увидим критерии, или в таком виде, или их можно будет скачать отсюда, саму демоверсию, мы, естественно, здесь попадаем, пройдя по ссылке на сайт Федерального института педагогических измерений. И рассматриваем критерии, фрагменты сочинений по конкретному тексту, за что мы ставим два балла по критерию, предположим, C1, К1 и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и прочее, и прочее. То, что существенно поможет нам в оценивании конкретных ученических работ. Естественно, что завершает этот модуль тест поработайте экспертами ГИА. Причем, в данном случае мы обращаем ваше внимание на то, что, опять же, вопросы, которые мы находим в тесте, они ориентированы прежде всего, конечно же, на преподавателя, который осуществляет практическую проверку, практическую работу с сочинениями учащихся. Причем, как и мы видели, когда вели разговор о едином государственном экзамене. Здесь мы видим задания, ориентированные вообще на знание критериев, так и связь практического теоретического материала с практикой. Когда мы читаем конкретные тексты, и перед нами ставится задача оценивания ученических сочинений. Так называемое задание на соотношение, там, где мы должны определенно выбрать балл. Случайно совершенно выбрали. Обратите внимание, нажимая кнопку «Далее», мы тем самым вводим текст в систему. У нас сейчас есть две возможности. Либо вернуться и закончить то, что мы не сделали, либо все-таки отправить все и завершить тест. Отправляя тест, мы получаем определенную отметку. Ну, вот я не попал ни в один из правильных ответов сейчас случайно, расставляя флажки, так что мне совсем не повезло, и 100 баллов я получил, к сожалению, ноль. Кроме ресурсов, которые ориентированы на учителей, мы открыли в данный момент, разумеется, то, что будет связано с русским языком программу методика подготовки ГИА, но вы можете увидеть моменты, которые связаны с подготовкой учащихся, и мы сейчас посмотрим, какие возможности предоставляет эта система, и, разумеется, курсы других дисциплин, математика, информатика, физика, те дисциплины, которые в настоящий момент ждут своего часа, будут, как только они будут готовы, мы их откроем, мы их увидим. И есть еще один момент, на который я хотел обратить ваше внимание, сейчас попытаюсь открыть свой профиль, это же можете сделать и вы, когда станете участниками нашей системы, и хочу обратить ваше внимание на ту категорию, которая имеет название блог. Блоги преподавателей, разумеется, они имеют практическую направленность и должны помочь вам в вашей работе. Поэтому здесь лежат презентации на различные темы, сочинения С2, орфоэпические нормы, склонения числительных, сложные вопросы единого экзамена, проектная деятельность, методика подготовки к сочинению и множество других файлов, которые будут в вашем распоряжении, с которыми вы сможете работать, тогда, когда станете участниками нашей программы. Обратите внимание на эту возможность. И еще что интересно, система, о которой мы говорим, она имеет большие возможности для общения внутри тех, кто находится внутри системы. Ну вот, обратите внимание, мы тут уже успели пообщаться во время первого семинара с коллегами попробуем еще раз найти нашего собеседника. Вот мы можем написать ей сообщение. Обратите внимание на то, что когда мы регистрируемся в системе, мы вводим туда свой электронный адрес. и поэтому как только в системе мы получаем сообщение, тотчас же нам на почту приходит уведомление о том, что у нас есть сообщение так же, как это происходит в большинстве социальных сетей. и обратите внимание, здесь естественно у каждого пользователя будет свой аккаунт, где вы можете после того, как зарегистрировали, размещать свои материалы, если вы хотите поделиться ими с коллегами и использовать те материалы, которые есть в блоге преподавателя. Соответственно, естественно, что вы можете в любой момент задать вопрос куратору вашего курса, естественно, что русский язык курирую я, я готов отвечать на любые ваши вопросы, которые касаются наших курсов или выходят за их пределы. Всегда профессиональное общение ценно тем, что у нас есть возможность поделиться друг с другом идеями и узнать, поговорить о том, что мы еще не вполне представляем, получить помощь и так далее, и так далее. Давайте зайдем в раздел, связанный с подготовкой учащихся. Здесь мы можем работать в системе коллективный ученик. То есть мы выступаем, в данном случае вы выступаете руководителем группы, которая ведет своих учащихся, готовя к данном случае все эти ресурсы ориентированы на подготовку к единому государственному экзамену. В частности, раздел репетиции ЕГЭ онлайн позволяет нам отработать, выполнить тесты. Тесты, имеющие структуру единого государственного экзамена. В частности, все, и разумеется, именно тестовую часть. Казалось бы, есть много ресурсов, бесплатных ресурсов, которые предоставляют аналогичные услуги. И вот, если вы посмотрите сюда, вас действительно большинство из тех, кто активно работает в интернете, это не удивит. Потому что аналогичные тесты можно найти на различных сайтах, а маленькая деталь, которая отличает эту систему от всех остальных бесплатных ресурсов. Заключается она вот в чем. Обратите внимание на сноску. Сейчас мы ее найдем. Оценки. Допустим, выйдем из теста. Дело в том, что в системе хранятся все наши шаги. Когда мы заходили, что мы успели сделать, и тем более шаги наших учащихся. Поэтому в графе оценки, нажав ее, мы получаем полную информацию о мой 10-й Б-класс, который так или иначе работал. Я вижу, кто когда заходил и сколько баллов получил, выполняя тот или иной тест. Так что у меня есть полная информация о деятельности моих учащихся. Причем естественно, что это и экономия времени, поскольку я не трачу время на проверку. Ну и возможность опять же экономить время за счет того, что если у нас запала какая-то тема, и нам не нужно пересдать, можно мне пересдать такой-то материал, мы всегда это можем сделать, используя эту систему. И соответственно это экономия времени, ресурсов всего, что угодно. И самое главное, что это то информационное поле, которое любимо и хорошо освоено нашими учащимися. И соответственно всегда они с удовольствием на этом поле играют. Можно перевести его, так сказать, в полезное русло, перевести эту деятельность. В разделе тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ мы найдем тесты, которые естественно собраны по темам. Обратите внимание, от задания А1 орфоэпические нормы до задания Б8 средства выразительности. Так что действительно здесь большой спектр и главное большой практический материал. Если мы знаем, что у наших учащихся западает тот или иной материал, та или иная тема, мы можем поработать с этим материалом. Допустим открываем 1, 2, N Ну и давайте посмотрим, как мы работаем с тестом. Я случайно расставлю флажки, не тратя время на вчитывание и попробуем завершить тест и что же изменится в системе после того, как мы выполним все задания. нажимаем кнопку Далее и отправляем ответы завершая тест. Обратите внимание, где-то мы даже попали один раз в первом варианте, но самое главное, что мы увидели? Мы увидели правильные и неправильные ответы. Мы увидели, каким должен был быть правильный ответ, что очень важно для рефлексии, для осмысления того, что мы делали, потому что все эти тесты, они, естественно, предназначены для репетиции и, соответственно, ориентируют нас на подготовку к тому или иному вступительному испытанию. Соответственно, естественно, как любые обучающие ресурсы, здесь должен быть элемент самоконтроля и видение того, что уже происходит после того, как мы тест завершили, что дальше, как дальше с ним работать. И, разумеется, есть еще один ресурс, там, где мы работаем с той частью теста, которая ориентирована на большой текст, то есть задание части B, задание с открытым ответом. А мы помним, что они крепко-накрепко связаны с определенным текстом в конце варианта, и поэтому представляют собой единый блок заданий, с которыми, естественно, работают всегда целенаправленно, рассматривая базовое положение, связанное с синтаксисом, словобазованием и так далее, другими вещами. Вот такое у нас путешествие небольшое по нашей системе, и я хочу обратить ваше внимание еще раз. Прежде всего, если у вас остались какие-то вопросы после сегодняшнего разговора, обращайтесь к нам, обращайтесь по телефону, пишите нам на электронную почту. Ну, и напоминаю путь, по которому мы идем, когда, если хотим зарегистрироваться, да, мы скачиваем квитанцию, заполняем, оплачиваем ее на почте или в отделении банка, и сканированную копию квитанции и заявку на обучение отправляем по вот этому электронному адресу. Как только мы получаем вашу заявку, и как только мы подтверждаем получение денег, соответственно, вы получаете логин, пароль, и можете работать в нашей системе. Итак, если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Так, давайте посмотрим. Так, о чем мы говорим? Надо ли цитировать комментарий к проблеме или достаточно опериться на текст при объяснении позиции автора? Вопрос, связанный с содержанием сочинения на ЕГЭ. Мы знаем, что комментарий это одна из важных частей сочинения, а самое главное, я точно, как эксперт, я точно знаю, что это та часть, которая, разве что после аргументации, хуже всего, удается учащимся. Разумеется, мы знаем, что комментарий должен опираться на текст. И опора на текст предполагает цитирование, только не пространное, использование ключевых слов. Самое главное, мы должны показать логику движения мысли автора. И в любом случае, комментарий тогда является комментарием, когда мы даем понимание, свое понимание, объяснение, своего понимания текста авторского. Мы движемся по тексту, объясняя, что и как делает автор, как именно он разворачивает проблему, на каких примерах, какие мысли требуют нашего особого внимания. Может быть, авторские эмоции какие-то выражены в тексте, текст окрашен авторским отношением и так далее, и так далее, и так далее. Мы помним изменения в спецификации этого года. Если ученик, комментируя проблему, вообще не опирается на текст, то по критерию К2 комментирования он получает 0 баллов. Поэтому, естественно, комментирование важный, необходимый момент и осуществляется оно через опору на ключевые положения текста и их осмысления. Подсказывайте, девочки, куда еще смотреться. Новые критерии оценивания сжатого изложения. Естественно, что ближайший самый разумный путь это сайт fipi.ru Педагогического института, Федерального института педагогических измерений. Демонстрационный вариант ГИА 2014 года заканчивается таблицами с критериями. Критерия оценивания сжатого изложения и оценивания сочинения на лингвистическую тему. Поэтому, это самый разумный путь сходить к разработчикам и посмотреть на их материалы. Ну, я думаю, что работать над сжатием текста, безусловно, необходимо. Поскольку это то, с чего начнется экзамен, это то умение, которое учащиеся наши должны продемонстрировать и на экзамене, и в дальнейшей жизни. Поэтому, если у нас есть возможность выделять время на уроках развития речи, пренебрегать этой формой не стоит. Тем более, что специфические приемы проведения этого экзамена, использование аудиоприложений, аудиодисков и так далее, тем более, заставляют нас хотя бы несколько раз использовать эту форму, чтобы учащиеся услышали этот голос, не живой голос, а все-таки голос записи, поработали с темпом, привыкли к нему и многое другое. Поэтому, естественно, что работа над сжатым разложением безусловно не уходить. Вы знаете, все, что касается использования клише, опирается в две стороны. Прежде всего, клише могут быть использованы плохо, некорректно и будут, что называется, торчать островками среди океана, неправильности и всего остального. Поэтому, в любом случае, сами по себе клише неплохи и нехороши. А вот другое дело, как мы их применяем. Их нужно адаптировать, их нужно использовать правильно. Поэтому, влияет на качество текста не использование клише, а именно умение их использовать в конкретном тексте, привлекая для именно данного текста, изменяя их соответствие со своей речевой задачей и так далее. Поэтому, здесь, скорее всего, речь идет именно о правилах построения текста. Поскольку, если ребенок пишет фразу такую-то, я понимаю следующим образом или я понимаю так, сама по себе фраза, в принципе, нейтральна. Важно, что он напишет дальше и как он будет строить свою работу. Ну, вы знаете, что касается задания С2-2, это вопрос не к нам, но нам определенно дали понять, что возврата к заданию С2-2 не будет. Хотя, никогда не говори никогда, мы знаем массу кульбитов и слышим, что какие разговоры идут сейчас вокруг испытаний в 11 классе прежде всего. Но, во всяком случае, на сегодняшний день остается актуальным задание С2-2 сочинение на лингвистическую тему. Сложнее сжать полученную информацию. У ребят, если мы говорим о задании, что сложнее запомнить текст, чтобы изложить его или сжать полученную информацию, ответ однозначен. У детей хорошая память. Я давно видел, что подробные изложения пишутся прекрасно, а проблемы начинаются тогда, когда нужно отобрать главное. И это одно из базовых умений, которых требуют современные федеральные государственные образовательные стандарты, отбирать важную информацию, сжимать ее и прочее. Это то, чего требует от нас жизнь. В этом море потоки информации в океане вылавливать главное, отсеивать тростепенное. К сожалению, это необходимое умение, далеко не у всех учащихся сформулировано. Поэтому мой ответ однозначен сложнее сжимать тексты, добывая из них главную информацию. Темы сочинений для детей звучат слишком страшно и непонятно, зачем все усложнять. Нельзя вернуть право выбора С2-2. Опять же, обратите внимание, это вопрос к Рособорнадзору, к Министерству образования, к Федеральному институту педагогических измерений. Да, многие высказывания звучат сложно для девятиклассников, безусловно. И поэтому наша задача показать вот дать возможность дать девятикласснику в руки инструмент именно восприятие, понимание высказывания, определение того, тех языковых единиц, которые стоят за теми или иными словами, причем стоят порой имплицитно, невыраженно. Поэтому действительно здесь и наша задача потренироваться, поработать с различными высказываниями в их осмыслении, интерпретации. Да, и тем не менее всегда, конечно, существует порог для каждого возраста и для девятиклассника в том числе, которые не стоит завышать, через которые не следует перебираться. Это уже будет зависеть от составителей вариантов. крамольный вопрос. Можно ли обойтись без изложения на экзамене? Ну, скажем так, есть соответствующий ответ. Я бы не обходился без изложения на экзамене, поскольку это та часть работы, за которую нам будут ставить баллы и прочее. Если говорить о философске, ставить вопрос, да вообще нужно ли изложение как таковое на экзамене? Я думаю, нужно. Поскольку вот здесь мы увидим собственно умение учащихся сжимать текст, добывать из него главную информацию, основную и прочее. Другое дело, что я согласен с тем, что формат экзамена сложен. Изложение и сочинение в одной упаковке плюс тестовое задание. Да, вот здесь бы стоило подумать вообще над оптимизацией этой формы. Оптимизация в лучшем смысле этого слова, не так, как у нас чаще всего происходит. Я знаю, что. если вас интересует этот вопрос, напишите мне и мы просто более подробно обсудим. Вот касающиеся оплаты учащихся и как организовать, как идет организация в данном случае, если мы работаем с классом, будет зависеть от того, сколько ребят и как это идет. Да, это, разумеется, ресурс платный. Так что подробности вы можете уточнить уже, направив письмо. Слайды с контактами и заказами. Хорошо. Давайте тогда мы сейчас вернемся на главную страницу. Прежде всего мы еще раз возвращаемся к нашему сайту. Обратите внимание, мы помним наш адрес legionr.ru и затем ссылку дистанционное обучение. И дальше в конце вот этого разворота прежде всего давайте покажем контактную информацию. Что мы здесь видим? Тот адрес, в котором мы будем направлять копии сканированных квитанций и заявки. Мы видим здесь телефоны, по которым мы можем связаться, уточнить, если у нас вопросы есть, касающиеся дистанционного обучения. и мой электронный адрес, по которому вы тоже можете задать вопросы. Так, я еще вижу вопросы, постараюсь на них ответить. Помогите мне, пожалуйста. «Как оцениваются сочинения, написанные в свободной форме?» Дело в том, что сочинения, написанные в свободной форме, смотря что мы понимаем под этим, на мой взгляд, форма «я» и «ег» отнюдь не свободна. Она оценивается по четким критериям. И поэтому все свободы только существуют внутри определенных критерий. Поэтому мы здесь можем получить следующее. Если сочинение написано вообще на вольную тему, без привлечения текста, что нам сказано самими экспертами федеральными, тогда такое сочинение оценивается нулем баллов. Сочинение написано не по тексту. Человек увидел, что в тексте говорится о войне и написал сочинение на тему Великой Отечественной. Не трогая текста, не затрагивая его совсем, он получит ноль баллов. Или все-таки в нем есть попытка анализа текста, выявления проблематики, свои мысли по поводу того, как автор строит этот текст, мысли по поводу основного позиции автора, есть аргументы и так далее. Тогда эксперт будет, разумеется, читать эту работу, пытаясь найти соответствие хоть какому-то критерию для того, чтобы поставить определенные баллы. Поэтому, конечно, учащиеся наши должны понимать, что они отнюдь не свободны, когда они пишут эти работы. Они точно так же не свободны, когда пишут сочинения традиционные по литературе, поскольку есть понятие отклонения от темы, да и вообще в жизни нет никакой абсолютной свободы. Все наши свободы относительные. И тем более, если мы говорим об экспонимационных работах, конечно, мы должны выстраивать определенные линии движения мысли, развития мысли в тексте в том числе. Ну, то, что демонстрационные версии повторяют 13-14, мы должны только этому порадоваться, поскольку никаких катастрофических изменений не произошло в ГИА 2014 по сравнению с 2013 годом. Ну, а если вы хотите использовать дополнительные материалы для репетиции к вашим услугам книги издательства нашего издательства «Легион», книги, ориентированные на государственную итоговую аттестацию, где вы на новую спецификацию, где вы найдете 30 вариантов, написанных по новой спецификации, можете работать с ними, сколько будет у вас таких возможностей. Достаточно ли ученику знать слова из словаря ударений демонстрационно для решения задания А1? Ну, по крайней мере, авторы ЕГЭ утверждают, что в задании А1 берут слова только из вот этого словника с перечнем, ну, орфоэпического словаря, составленного имени. Ну, и вы еще знаете, что теперь, обратите внимание, появился еще словарь, небольшой словарь паронима для задания А2, тоже определенные ориентиры для наших учащихся. Ну, что ж, коллеги, большое спасибо за внимание, мы будем рады видеть вас среди участников наших вебинаров и наших дистанционных программ. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok